всем огромный привет из лондона сегодня мы сходим проверим цены вот в этом магазине это сеть лидов это считается самые дешевые супермаркеты то есть по сравнению с другими здесь она считается ниже и сам лиду они выдают издают еженедельно журнал и каждый месяц они публикуют сравнение цен их цен по отношению к другим и например к таким супермаркетом как морисон сетеско за корзину выходит здесь дешевле например здесь корзина продуктов будет стоить 80 фунтов то в других супермаркетах это будет стоить на 30 фунтов дороже итак поехали вот смотрите брокколи вот такой одна штука они здесь продают в основном по штукам в великобритании одна штука 500 грамм стоит 59 пенсов но это на скидке полная цена была 85 дальше мелкие огурцы органик морковка брокколи это не органик органик отдельная цена сейчас посмотрим органик морковка стоит 79 вот смотрите то есть это органик продукт так 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 весь вес у нас только загадка 750 грамм и кей norfolk выращено местечки norfolk дальше гранаты я просто стараюсь такие продукты выбирать которые можно сравнить гранат одна штука 79 пенсов это вообще хорошая цена они не крупные но они не супер маленькие то есть такого достаточно среднего размера гранат пить его кладу идем дальше что можно сравнивать блюбери это у нас черника но черника не такая как у нас в снг синяя а внутри а она здесь прозрачная продается 350 грамм стоит 2 фунта 49 пенсов виноград тоже который сервируется во всех который упаковывается во всех супермаркетах здесь он либо 400 либо 500 грамм можно видеть других супермаркетах например стоимость будет такая же 175 но вес будет 400 грамм брокколи но это брокколи та же самая которую мы смотрели это не органик я не вижу чтобы у них сейчас было органик так дальше лук вот такой пучок стоит здесь 49 пенсов в других супермаркетах вот может стоить 59 например у них достаточно большой выбор овощей и фруктов бураки стоят они тоже продают так вот по банчиках бы ну вот такая связка 1 39 1 считается вот такой пучок из расчета что килограмм это два фунта двести семьдесят 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 восемь кукурузу продают и в початках смотрите прям початок одна штука 40 пол фунта 49 но достаточно приличная такая красивая 49 перцев половина фунта и уже почищена им смотрите приготовленная кукурузка в вакуумной упаковке две штучки продают за 1 15 помидоры но помидоры знаете некоторые вот например вот такие они даже не пахнут помидорами вот которые на связке они достаточно вкусные они пахнут прям помидорами но например если пойти в лавку овощную такие же помидоры будут стоить здесь 259 в лавках будут продавать их по 2 фунта 1 99 за килограмм манга 2 штуки 1 49 но это средняя цена например в теско и сэнсберис тоже одну штуку мангов теско продаю продавали на днях я смотрела за 70 75 или 79 пенсов то есть сопоставимая цена перец пожалуйста ананасы один ананас здесь тоже поштучно один ананас восемьдесят девять танцев не очень крупный такой но можно выбрать здесь вот такого размера так идем дальше бананы стоимость идет 78 пенсов такая стоимость весь период когда цена у нас вверх-вниз они стоят всегда одинаковую цену то что так немножко подорожала вот я точно помню например картошка вот так вот такая чистая картошка на развяз она стоила всегда 50 пенсов как например год назад она стоила 50 пенсов и сейчас она стоит 59 вот это увеличение цены но не все продукты так подорожали вот например баклажаны они тоже продают поштучно баклажаны но это маленький стоимость варьируется иногда можно прийти больше до 100 большего размера баклажанам будет стоить такую же цену сейчас 72 пенса так идем дальше что здесь продается например еще они продают рис на рис стоимость такая как была на моей памяти год назад до всех подорожаний вот она примерно также стоит может быть вот этот стоил 1 99 в районе одного фунта так давайте посмотрим здесь сердце идет мясо и не рыба это не выбрано что-то как на предложение говядина говядина но это не органик идет так органик у них так вот это идет говядина которую кормили отравкой прямо написано grass fed british говядина она стоит так смотрите 15 процентов жирности 499 750 грамм из расчета и везде у них на цене как написано сколько бы стоил килограмм то есть ты можешь реально сравнить цену в одних единицах один килограмм так дальше это мясная шарики это также говядина а вот смотрите 5 процентов жирности стоит 299 500 грамм эти расчета 5 980 вот такие цены на говядину нарезанные есть пожалуйста но это не говорю еще раз это не органик это написано что она кормили травкой дальше идет свинина свинина опять же это самое обычное никакой органик она стоит так ну давайте посмотрим вот здесь бог-шолдер стейкс 700 грамм стейки из свинины 319 из расчета 4 фунта 557 разная упаковка разная нарезка разная жирность фарш здесь а это ламп а ламп это ягненок по-русски да так вот это ламп кебабс прям приготовленная 4 штучки 320 грамм там со специями уже готовая только приготовить осталось до пожарить 299 стоит это расчета 9 фунтов 344 но ламп он всегда дороже это нас более такой чисто и она всегда намного дороже чем говядина свинина так вот ламп 4 штучки 4 кусочка таких с косточкой они стоят 429 340 грамм но там есть кости и если брать вот такую высоту так вот например вот такая ножка там или как назвать куда ножка а значит она идет смотрите килограмм 1099 но здесь с костью кость есть ну как бы мясо тоже достаточно много видно да а вот смотрите килограмм 1099 здесь кило 200 кусок 1319 вот такая цена но это ягненок так если брать например смотрите а филе полинвичка свинины она стоит индивидуальный прайс скажу прайс индивидуальный это значит цена индивидуально смотрите полинвичка стоит чистое мясо она стоит 699 килограмм а вот это 490 грамм 3 фунта 43 бенса такой кусочек чистая полинвичка чистое мяско здесь еще есть секция такое молочные продукты но давайте посмотрим что поинтереснее курица например да куриц тоже разного качества разная стоимость самое недорогое это идет здесь так нарезанное это чистое филе грудка она стоит это самое недорогое мясо но это большие большая упаковка один килограмм 595 то есть около 6 фунтов стоит килограмм чистого мяса вроде без кожи чистое чистое мясо дальше ножки стоят недорого 209 за я за килограмм целая курица вот здесь они тоже варьирует смотрите есть курица которая корень 5 значит ее кормили кукурузой так наверное получше считается она стоит килограмм вот 479 это курица два с лишним килограмма 10 фунтов к платью это не органик еще раз говорю это обычная курица на фабрике которая у нас произведены так большая курица килограмм а они здесь смотрите курица варьируется от 1 и 9 до 2 25 килограмм цена будет одинаковая 479 то есть можно выбрать можете выбрать вес который побольше если у вас есть такое желание это готовая еда рыба что здесь легко сравнивать с другими супермаркетами креветки те же да вот смотрите креветки джамбо крупные они стоят 249 за 160 грамм в других супермаркетах стоимость таких же креветок она немножко выше ну и также саумах это у нас лосось а вот смотрите половина лосося 500 грамм 689 стоит четыре филе килограмм на 13 около 14 фунтов за килограмм упакованы нарезка и вот это мы и лосось тоже он из разных источников до этого изводителей вот это шотландский шотландский дороже смотреть шотландский 13 18 с лишним пунктов килограмм за расчет 240 грамм упакованная вот это более такую красивая широкая часть прососе выпечка выпечка подорожала ребята выпечка мне кажется несколько месяцев назад она стоила 49 фунтов например полгода назад даже чуть больше до верный год назад даже вот эта вся выпечка на штука стоила 49 сейчас стоит 55 давайте еще посмотрим что что интересного здесь в лидл у них еще есть такая особенность они устраивают недели разных стран и вот сейчас идет славянская неделя и у них продукты вот видите венгерский стиль пражский чешская и так далее колбаска сколько стоит колбаса можем посмотреть вот такая так это чешская наверно салями 100 400 грамм стоит 349 это порк и венезон это порк это свинина и оленина колбаска 400 грамм но если хотите знать на стрельзе то покупать такой нарезка всегда дороже но это другая 99 и 100 грамм и это пенсов как бы 99 копеек так но сосиски это такое что по качеству надо да знать какое оно но тем не менее вот это стоит 1 килограмм 399 что здесь по составу ну кому интересно можно поставить на паузу посмотреть и давайте еще глянем молочные продукты так вот смотрите сметана вот сметана это 300 грамм фиолетовая british sour cream стоит 1 фунт 05 она стоила раньше чуть меньше фунта мне кажется 95 и что-то такое то есть чуть-чуть подорожало но так не не глобально скажем так дабл крем это сливки так ну и больше всего у нас молоко подорожало да которая была год назад 50 сейчас она 89 вот такая маленькая это одна пинта 568 секции с замороженными продуктами что еще интересного нам посмотреть с вами давайте ну такое как шоколад я не знаю такой же в других магазинах есть или нет надо сравнивать так ну например вот такие шоколадки мне кажется когда-то очень давно у нас были похожие которые привозили из польши 100 грамм молочный шоколад она стоит 95 пенса ммдэмс я не знаю оно так а 135 стоит вот такой я думаю что он в разных странах есть вот у нас он продается в лидли за 135 и тоже зависит пенатчоколад криспи 125 грамм здесь сколько закатка пенат пенат ну здесь наверное 100 125 грамм по соответствии да пенат 25 так вот такой в общем стоит 135 фунтов кэдбери кэдбери киндер и так далее да чипсы пожалуйста вот то что продает продается в разных супермаркетах тоже можно сравнивать легко стоимость например вот такие вот такая упаковка на еще были кранчи это из овсяных хлопьев такие как батончики сделаны с медом вот здесь 20 штук 20 вот таких батончиков они здесь продают за 279 вот такие мюсли они тоже похожи а много где продаются 1 19 и стоит сейчас были раньше один фонд вот это печенье тоже она раньше один фонд было сейчас один 15 продает если есть какие-то вопросы какие-то конкретные продукты пишите в комментариях посмотрим следующем видео у нас вот 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 Продолжение следует...